Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день всем слушателям. Давайте проверим звук, насколько вам комфортно меня слышно. Если все хорошо и комфортно, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат, чтобы я видела, что мы с вами на связи. Достаточно. Не обязательно делать это всем вместе. Если у вас все хорошо и вы видите плюсики, тогда можно просто слушать дальше то, о чем я хочу сегодня рассказать. Тема у нас с вами сегодня интересная и необычная. Это метафорические ассоциативные карты, которые можно применять в работе с детьми. Метафорические ассоциативные карты, хотя для нас еще остаются инструментом новым, но инструментом психолога на самом деле уже существует целых 45 лет. Уже практически два поколения психологов, может даже три, пользуются этим замечательным инструментом. На нашем пространстве метафорические карты, хотя и приживаются, но еще не совсем так, как хотелось бы, потому что для многих людей они еще стоят на одной линейке вместе с картами Тарон и другими годальными картами. И метафорическими картами пользуются взрослые чаще всего, но пока в детскую практику они не входят. Хотя на самом деле уже сейчас создано огромное количество наборов метафорических карт, с которыми можно работать с детьми и решать самые-самые насущные задачи, которые иногда по-другому и не решаются. А через карты решаются достаточно быстро. Если вам будет интересно и будут возникать какие-то вопросы по ходу моего рассказа, вы можете сразу же об этом писать в чат, и я постараюсь отвечать на вопросы. Ну и в конце вебинара я тоже отвечу на вопросы, которые еще остались без ответа. Итак, давайте посмотрим, что это такое. Хотя я хочу спросить чат, напишите, пожалуйста, цифру 1, кто пользовался метафорическими картами в работе с детьми. И можете написать, какие наборы метафорических карт вы применяли. Вот, есть у нас единички, и это очень радует. Но напишите, чем пользуетесь. Мастер сказок. Переход. Тараканы в голове. Как здорово, я еще не видела этот набор. Роботы. Я и все-все-все. Вот про эти наборы я расскажу. Ну, я думаю, что котомоции, здорово. Сундучок из прошлого зонтики. Смотрите, как много очень разных наборов предназначено для детей. Давайте же мы начнем рассказ о метафорических картах и посмотрим, какие практические упражнения мы можем сделать, какие колоды использовать. Для начала совсем немножко расскажу, что это такое. Ассоциативные метафорические карты – это практические инструменты работы психолога. в основу которого заложен закон проекции. Он представляет собой набор карт с изображением окружающей нас действительности. И это могут быть лица людей, портреты людей, портреты животных, растения, реки, дороги, какие-то предметы, все что угодно. Могут быть сказочные существа. Главное, что карты в одной колоде, в одном наборе, они объединены какой-то общей идеей. Сам метод возник в 1975 году, когда Элли Роман, канадский профессор искусствоведения, решил, что искусство в галереях очень далеко от людей и нужно сделать так, чтобы это искусство к людям приблизилось. И он решил изображение картин печатать на картонных карточках и эти изображения продавать людям, как-то с ними работать. К этому процессу присоединился психотерапевт Джо Шрихтер, который вдруг понял, что вот такими карточками можно хорошо работать с людьми, затрагивая их бессознательно и добывая оттуда какой-то нужный материал. Наверное, они были очень удивлены своим открытием, потому что первая колода карт называлась ООО. Это междометие, которое выражает бесконечное удивление. И тогда же были разработаны основные правила и методы работы с метафорическими картами. Итак, как это работает? Первое — это закон проекции. Смотрите, мы знаем сейчас о том, что наше сознание, то есть это та часть мозга, которой мы думаем, думаем с помощью слов, она занимает в наших процессах душевных очень-очень небольшое место, всего 10%. Остальное управляется бессознательным. И очень часто бессознательное управляет так, что мы об этом даже и не подозреваем, потому что бессознательная наша настолько древняя структура, что он не умеет говорить ни на одном из существующих языков, но зато очень хорошо говорит на языке метафор. То есть через какие-то картинки мы можем увидеть, услышать тот материал, который есть у нас бессознательным. И другой момент, который тоже связан с проекцией. Когда внутри нас есть какое-то качество, но мы его не признаём, тогда мы это качество начинаем находить во всех других людях. И вот здесь будьте внимательны. Если какой-то человек вас очень сильно раздражает, то это, скорее всего, ваша проекция. Просто раздражает без какого-то повода. Это значит, что он носитель какого-то качества, которое точно есть у вас, которое ресурсно, то есть может послужить вам на пользу, но вы его почему-то не хотите признавать, и оно проявляет себя вот именно так, как будто бы говоря, услышь меня, пожалуйста, и используй. И второй закон, на котором основана работа с метафорическими картами, это закон диссоциации. Он действует как на эту работу, так и на всю арт-терапию, на проективные рисунки. И звучит так, когда человек разделяет свою личность и части её, например, эмоции, например, поведение или воспоминания, то он чувствует себя безопасно, работая с этим материалом. Таким образом, метафорические карты дают нам возможность очень лёгкой, безопасной и продуктивной работы. Ну и этот метод нравится очень многим, и сейчас психологи берут на вооружение метафорические карты всё чаще и чаще. Давайте посмотрим, как работает проекция или как работает метафора. Вот здесь слева представлен древний инструмент для гадания, один из прообразов метафорических современных карт. Это гадальная руна. И я вас сейчас попрошу в чате вот просто сказать, сейчас я её верну, что, какие ассоциации возникают у вас в ответ на это изображение, то, что слева на деревянной дощечке стреляла. Просто напишите в чат. Вектор рост развития движения вперёд-вперёд, выход там, направление пути. Да, рост вперёд-вперёд-движение, стрела и путь. Да, смотрите, то есть у нас примерно у всех возникла одна и та же метафора, и действительно это руна силы, силы в мужском её проявлении, когда нужно идти вперёд и, сметая все препятствия, добиваться своего. Вот эту метафору мы прочитали. Метафоры могут быть и посложнее, то есть если ту картинку, которую слева прочитали, все одинаково, то наверняка, если мы сейчас будем расшифровывать картинку справа, то вы увидите каждый своё. Кто-то здесь видит насекомых, кто-то видит животных, танцующих человечков или клоуна в маске. Это зависит от многих-многих-многих факторов. Но так или иначе, глядя на такую картинку, вы берёте материал для того, чтобы угадать, что там в своём собственном бессознательном. Ну и, кстати, хочу предостеречь, потому что в интернете очень много вариантов теста Ротшаха, и сделав этот тест в интернете, вы можете быть неприятно удивлены. Результатами не верьте, это профессиональный инструмент, и поэтому не стоит таким образом с этим инструментом просто играть. Не верьте тому, что вы прочитали в этом тесте, это, скорее всего, неправда. Давайте потренируемся ещё в искусстве ассоциаций, чтобы было понятно, каким образом мы будем работать с картой. Картинка слева, картинка номер один. Напишите, пожалуйста, ваши ассоциации, которые у вас выходят в ответ на эту картинку. И просто посмотрите, чат, знания, зелья, злодей, козло, притягательное. Пока мы левую картинку обсуждаем. Хитрость, сказка. Хорошо, и теперь картинка номер два. Я вот ставлю двоечку в чат. Теперь картинка номер два. Дверка. Что это? То есть всегда за дверью это неизвестность, это что-то новое, это какое-то открытие, это какой-то секрет, но этот секрет мы можем открыть, когда в эту дверь войдём. Всё, коллеги, спасибо большое. Теперь, я думаю, вам понятно, как работают ассоциации. Ну, вот эти ассоциации тоже вы легко прочитаете, и я хочу сказать, что они работают у нас не только в инструментах психолога, но и в реальной жизни. Как вы видите здесь, прародительницу Еву с яблочком и тот же символ надкушенного яблочка, который украшает всем известный логотип, и как раз эта фирма себя позиционирует как техника для борцов, для тех, кто ведёт нестандартную жизнь, для тех, кто рвётся вперёд. То есть вот эти вот метафоры, они работают везде в нашей жизни. Каким образом работают метафоры на нас, на работу психолога? Смотрите, есть бессознательное, есть защита бессознательного, то есть какие-то убеждения, которые не позволяют нам узнать что-то о себе поглубже. То есть огромный материал, который есть в нас, он в сознание не попадает. Но если он встречает метафору, то через метафору этот материал мы можем вполне себе перевести в сознание, рассказать и таким образом с человеком работать. Карты можно использовать как инструмент диагностики. Например, особенности отношений с близкими людьми. Какие-то скрытые переживания, про которые человек, может быть, даже забыл, вытеснил это из своей памяти и через карты он может их открыть. События из прошлой жизни очень хорошо через карты простраиваются семейные связи и особенности семейных отношений. Таких техник тоже много. Деструктивные установки. Ну и для детей мы можем найти какие-то скрытые, подаёмные причины плохого поведения. Ну вот, теперь мы с вами посмотрим, какие колоды могут использоваться для детей. Из сундука прошлого метафора детских переживаний. Абсолютно новая, но сравнительно новая колода в 2017 году была сделана. Здесь авторские рисунки Нина Чаквитадзе, грузинской художницы и авторы КАЦ Галина Борисовна и Мухаммадолина Екатерина Александровна сделали на основе вот этих картинок колоду КАЦ, в которой можно поработать с какими-то прошлыми переживаниями человека и актуализировать их и излечить, если это нужно будет. Да, кстати, я хочу сказать, наверняка здесь присутствуют и педагоги, и психологи. И сразу же могу сказать, что метафорические карты могут использовать и те, и другие. И для каждой колоды я буду давать краткую аннотацию, кому лучше подходит. Вот эта колода лучше подходит для работы психолога, для того, чтобы работать с глубинными переживаниями. Здесь вы найдете картинки разнообразные и слова, которыми мы можем вот эти чувства актуализировать. Картинки со словами, они тоже очень важны, потому что у детей есть такое свойство, они еще говорят не настолько хорошо, чтобы передавать свои переживания. И для них важно на таком-то дошкольном этапе научиться называть свои чувства даже самые сложные. Вот как раз для этого и служат картинки в этой колоде. Ну и каким образом можно поработать? Ну, допустим, показать вот такую вот картинку и попросить ребенка объяснить, а что же здесь происходит. Давайте и мы с вами тоже попробуем. Что здесь происходит на картинке? Отвечаю на вопрос Елены Владимировны, пока вы пишете, на какой возраст. Ну вот с этой колодой можно работать лет с 5-6-7. Ну и обычно, когда мы работаем с какими-то глубинными травмами, с переживаниями, мы, ну, с 4-х летним я уже работала, допустим. Надо смотреть, конечно, по ребенку, но примерно вот с такого возраста, когда ребенок уже нормально разговаривает. Обида, есть место изгоя, игра, игра Владушки. Девочки играют Владушки весело, проблемы общения, третью не принимают, ей обидно. Да, вы все правильно определили, а теперь я могу задать один вопрос, на него можно не отвечать в чате, потому что это уже начинается личная работа. А кто вы на этом рисунке? Какая из девочек? Ну и, да, запись вебинара будет. Дальше мы уже, допустим, когда работаем с ребенком над этой картой, будем спрашивать его о том, какие события твоей жизни похожи на то, что здесь происходит. А когда ты так себя чувствовал? И дальше уже мы можем говорить про будущее. А как ты думаешь, что должно случиться, чтобы всем на этом рисунке стало хорошо, какие события должны произойти. Вот примерно таким образом можно поработать с этой колодой. Следующая техника, которую тоже мы можем отработать с этой колодой, это альбом с фотографиями. Тоже для детей, начиная с 4-летнего возраста, и для взрослых мы можем диагностировать травмы раннего детства. Мы говорим человеку, выберите, давай соберем твой альбом с фотографиями, и человек выбирает из этой колонны карточки, которые ассоциируются с какими-то событиями из детства. Раскладывает их в кронологическом порядке и выбирает карточки подписи, которые к ним подходят. И потом психолог начинает спрашивать про то, что произошло, сколько карт вытащили, что на них изображено, что привлекло, почему именно эта карта, какие фразы для каждой подобрали, и что чувствуете по отношению к этой карте и к этой фразе. И есть еще важный вопрос, что вы не включили в этот ряд. То есть будут карты, которые человек посмотрит, но их не решится положить в этот ряд. Картинки спрятаны, куда положили. И вот про эти картинки тоже надо поговорить, потому что именно там самые глубокие вытесненные проблемы. Это очень глубокая работа для психолога. Следующие две колоды карт, они могут использоваться по одиночке, могут использоваться вместе, в зависимости от контекста, то есть от того, что вы хотите с этими картами сделать. Персона и персонита. На них изображены лица людей, персониты. Это детские лица, причем, если вы сейчас смотрите на картинку, то видите, что они абсолютно естественные, реальные, даже можно сказать гиперреалистичные, не такие красивые, как в мультяшках, а это просто лица детей всех раз, всех возрастов в разных настроениях. Здесь есть грустные, веселые дети, несчастные, счастливые, разные мальчики и девочки. И ребенку иногда очень трудно после красивых мультяшных изображений в книжке принять вот таких вот персонажей. Точно так же устроена взрослая колода, в отличие от детской, здесь изображены взрослые люди. Как можно поработать с этими картами? Мы их используем как технику для улучшения детско-родительских отношений в семейном консультировании. Например, вот такая вот техника. Просим родителей найти карту, которая отражает его отношения с ребенком. Обсуждаем, что это за отношения, в чем их трудности. Затем вторая карта тянется вслепую. Вот когда будете технику использовать, обратите внимание, буквы ВО обозначают, что карта тянется в открытую, то есть картинка вверх. Вслепую, это значит, картинка вниз, когда человек вытягивает одну абсолютную сюрприз для себя. Итак, вслепую родители вытягивают еще одну карту и рассказывают, о каких трудностях в общении с ним мог бы рассказать его ребенок. То есть, он смотрит на ситуацию глазами ребенка. Третья карта в открытую для себя, какой я в отношении с ребенком, мои качества и мои реакции на него. Четвертая карта вслепую, что влияет на то, что я такой с ребенком. В открытую, каким я вижу, воспринимаю своего ребенка, вслепую, что влияет на то, что я таким вижу своего ребенка. То есть, карты в открытую нам демонстрируют сознание человека, а карты вслепую дают доступ к его бессознательному. И не только человеку, который проводит консультацию, но еще и самому человеку, который карту вытягивает, потому что иногда вот эти вот вещи становятся абсолютным сюрпризом, но после такой работы взрослый человек начинает лучше понимать своего ребенка и получает вот такое вот замечательное знание, умение смотреть на ситуацию глазами своего ребенка. Техника эмоциональные портреты тоже проводится с персоной персонитой, можно брать одну персониту для детей. Эту технику мы используем, когда обучаем детей эмоциональной компетентности. Про эмоциональную компетентность вы, конечно же, знаете и тоже эти занятия включаете в свой распорядок днем и понимаете, насколько важно научить детей называть эмоции. Потому что, когда мы в эту работу заходим, у детей есть понимание о том, что есть 5-7 эмоций, это вот от силы то, что может называть группа. Когда мы эту работу проводим, дети знакомятся с более широким спектром эмоций и благодаря этой работе начинают понимать, что они сейчас испытывают. Итак, работая, предлагаем ребенку выбрать из колоды персониты 5 сим-карт. Для младших в открытую им так проще, для старших можно в закрытую, в слепую, для совсем малышей и дошкольников можно 3-4 карты. Их раскладывают и предлагают ребенку рассказать о каждом из своих персонажей, что нравится, что не нравится и что этот персонаж испытывает. Можно попросить сделать работу чуть глубже, если это нужно, и предложить ребенку выбрать ту картинку, которая напоминает его самого и рассказать об этой картинке. Например, что переживает этот персонаж, что хочется изменить, как хочется изменить это состояние, как почувствовал, кому можно обратиться за помощью. Таким образом, мы получаем представление о том, как ребенок чувствует себя, а ребенок получает знания о том, как рассказывать про свое эмоциональное состояние. следующая колода, которая мне нравится очень-очень-очень, и она у меня просто не выходит из рук, потому что на разных группах по разному поводу мы вот этих товарищей берем. Она есть в открытом доступе в интернете, то есть набрав в браузере монстрики чувств, вы найдете PDF-фейл, в котором можете скачать эту колоду. Она в открытом доступе бесплатно. Авторы этой колоды мама и сын подросток Юлта Гох Корона и ее ребенок Кристиан Гох Корона. Когда Юлта увидела, что мальчику не очень легко рассказывать про своих эмоций, она предложила ему их нарисовать, художественно обработала, и получились вот такие вот расчудесные персонажи. Играть в эту колоду можно бесконечно. Например, как мы можем играть? Каждый участник выбирает карточку, которая выражает его чувства сейчас. делает короткое пояснение и возвращает карточку в круг. Это первое легкое задание. Второе. Это дети любят очень сильно. Раскладываем карточки рисунком вниз. Ребенок тянет карточку, описывает монстрика, который изображен на карточке, а участники должны отгадать какое-то чувство. В конце показываем карточку всем. Или другой вариант той же игры. Мы раскладываем карточки лицом вверх. То есть все монстрики находятся перед детьми. И дети по очереди загадывают одного из них и показывают мимикой, жестами, какими-то движениями чувства. Другие дети должны угадать и вытянуть карточку с тем монстриком, которого ребенок изображает. Очень нравится игра, и она проводится несколько раз во просьбе детей. Ну, и дальше уже мы усложняем, то есть здесь нужно описать чувства. То есть когда я обижаюсь, не нужно называть чувства, а описать его. Допустим, я сейчас плачу, я опускаю голову вниз, опускаю вниз глаза, и руки я складываю на груди, как будто бы закрываюсь от всех, слезки капают из глаз и так далее. Дети должны отгадать, что это чувство обида. Вот так вот тоже можно поиграть. Точно так же монстрики чувств нам помогают разрешать конфликты. Когда у детей происходит конфликт, мы их усаживаем, предлагая выбрать карточки, которые демонстрируют их чувства, благо там их много, и много градаций, то есть там несколько разозленных монстриков, один просто злой, второй в ярости, третий грустный, ну вот, то есть выбрать можно всем. И дети обсуждают свои чувства, и очень интересно получается, когда дети понимают, что их собеседник, другой человек, испытывает абсолютно другие чувства, не такие, как он сам. Ну и после этого мы разбираемся с конфликтом, и говорим ребятам, представьте себе, что конфликт мы уже решили, какие чувства вы будете испытывать. ну и тот достает совершенно других монстриков. Вот такая чудесная у нас есть работа, и монстрики чувств очень хорошо помогают нам, как я уже сказала, с эмоциональной компетентностью. Следующая колода, о которой мы будем говорить, это роботы. тоже я уже увидела, что некоторые из вас работают с этой колодой, сейчас можно в чат написать, может быть, что-то в этой работе. Что это такое? Это колода, в которой можно собирать своего собственного робота из трех половинок. Вы видите карточки, разделенные на три, одна частичка это головка, там туловище и ноги, и ребенок может собрать своего собственного авторского робота, которого еще не было. Эта колода используется для самоанализа и коррекции поведения. Каким образом? Мы создаем робота, и после этого начинаем спрашивать, а что ты думаешь про этого робота, где он живет? С кем он живет? Какие предметы и части тела нужны роботу для того, чтобы чувствовать себя счастливым? Что он любит делать? Чем заниматься? Зачем роботу именно такая голова, туловище, ноги? Какая часть тебе нравится, не нравится? Где он берет энергию? И что бы ты хотел в нем изменить? Ну и здесь ребенок может допустим рассказать о том, что такая голова с наушниками нужна, чтобы не слушать никаких чужих речей, а слушать прекрасную музыку. Оружие необходимо, чтобы защищаться, и ноги очень твердо стоят на земле. мы понимаем, что этот робот, если он не слышит чужих речей, то наверняка он может попасть в какую-нибудь нелепую ситуацию. И просим ребенка робота переделать. Иногда получается вот такая чудесная вещь. То есть мы можем заменить части робота, починить его, создать роботу помощников. Когда ребенок будет создавать помощников, он актуализирует свои теневые стороны. Придумать, как будет робот жить, с кем встречаться или сделать других роботов и между ними уже разыграть диалог. Вот эта колода роботы, она очень хорошо подходит для педагогов, которые работают на группах, на классах. А следующая колода, вот эта, которую я буду говорить, она работает для психологов. Это достаточно сложная колода, ну и большей части с ней работаем со взрослыми, либо с детьми, если нужно поработать с какой-то такой очень тяжелой травмой. Мой внутренний ребенок называется, это колода, и здесь речь идет о том, чтобы ребенок услышал свое внутреннее состояние и мог его каким-то образом анализировать. Не буду много рассказывать, потому что вряд ли такие случаи встретятся в работе психолога детского сада или школы. А вот следующая колода сага Путь героя, она используется очень многими, потому что здесь опять большой простор для творчества, и ее могут использовать как педагоги, так и психологи для разных своих нужд. Давайте посмотрим, например, каким образом мы можем актуализировать у ребенка те черты характера, которые точно в нем есть, и он просто их боится показать. Для этого предлагаем ему сделать сказку, которая называется «Рождение героя». Итак, мы достаем карту и начинаем рассказывать сказку. Кто этот герой, когда он родился, какой, где родился, ждали ли его. И вот эту карту ребенок выкладывает. Лучше это делать в открытую, вот именно в этой работе, для того, чтобы ребенок мог находить то, что ему ближе. Вторая карта это жизнь героя в отечественном доме, то есть когда он был ребенком, расспрашиваем, какой опыт он приобрел, чему научился и какие права и обязанности у него есть. С третьей карты у нас начинается путешествие и наш герой отправляется в путь. Четвертая карта, вот ее можно вытянуть и вслепую, потому что это враги и препятствия, а враги и препятствия в нашей жизни всегда бывают неожиданными. И вы можете ребенку попросить рассказать, откуда взялись эти препятствия, что в них страшного, что страшного конкретно вот в этой карте, которую он вытащил. и здесь ребенок актуализирует свои страхи. Вам нужно только внимательно слушать. Пятая карта это встреча с помощниками, тоже можно ее вытянуть вслепую и попросить ребенка рассказать, кто его помощники, карт, кстати, может быть несколько тут, что они делают, какие силы у них есть. И также вы понимаете, что вот эти силы, это внутренние силы ребенка, которые нам нужно вытянуть на поверхность. И шестая карта это победа. Можем эту ситуацию вытянуть открытую и вместе с ребенком порадоваться победе. Вот такая сказка и даже можно не проводить потом шейлинг, то есть не проговаривать ребенку, что это его силы, его чувства, его эмоции, потому что они уже после того, как сказка рассказана словами, она начинает жить и работать на своего рассказчика. Обговариваем после сказки вот что, если вы все-таки проводите шейлинг, что человек вынес из этой истории, какой опыт приобрел, зачем нужны ему были препятствия, зачем вообще нужны препятствия в этой жизни, тяжело ли удалась герой победы, почему, и какой опыт он приобрел, как этот опыт можно вынести в свою собственную жизнь. Еще одна техника мы можем использовать здесь разные колонны, можем использовать сабу, можем использовать персону и персониту. Так, поставьте, пожалуйста, плюсики, если звук есть, несколько плюсиков прямо. Все, спасибо, достаточно, что написали, что звука нет, я решила перестраховаться. Спасибо большое уважаемые коллеги, мы движемся дальше. Итак, мозг благополучия. Когда у ребенка есть какая-то проблема, это может быть проблема излишняя поязливость, например, или когда чего-то в его жизни не получается, может быть нет друзей, может не складываются отношения с родителями, может не получается именно какая-то вещь, которую он хочет сделать. Мы рисуем вот такой волшебный мост, просто рисуем ребенок обрисовывает свою проблему и просим его из колоды, с той, которой работаем, вытянуть идеальный образ, то есть образ того человека, который уже это сделал, тот, который уже не боится выступать на утренниках, или уже смог сделать свою поделку, или уже завел самых лучших друзей. и вот между этими двумя картами у нас получается мост к совершенству. И ребенка просим достать из колоды несколько карт и на этом мостике их разложить и рассказать про каждую из этих карт, каким образом эта карта ему поможет дойти до совершенства. Следующая колода, про которую мы поговорим, называется «Ешкины сказки». Это уникальный инструмент на самом деле, потому что им может работать педагог, психолог, логопед для многих ситуаций и родители для каких-то игр, вечерних игр со своими детьми. Художник Евгений Ларионов, психолог Ева Морозовская. Здесь есть карты четырех видов, есть карты героев, мне кажется, никто про «Ешкины сказки» не написал, что это есть колода. Есть карты героев, люди и существа разные, есть антураж героев, то есть это аксессуары, есть действия и есть взаимодействия. То есть когда мы эту колоду вьем, то можем составить целое предложение, вытащив, например, карту героя, вытащив, например, из колоды какой-то аксессуар, добавляем, что он делает и с кем взаимодействует. Как можно применять? Можно устраивать игры дома, типа чепухи и очень интересные смешные получаются. Можно использовать педагогам для развития речи у детей точно так же, когда мы учим детей составлять связный рассказ или составлять предложение, то вот эта колода нам может очень сильно помочь. Психологи могут использовать для проективной психодиагностики, для психокоррекции, для тренингов общения очень хорошо подходит тренинг креативности и команды образования. Вот одно из упражнений, которое используем для тренингов. Оно хорошо подходит для команды образования, для креативности, просто для тренинга знакомства. Мы даем детям по картинке из колоды. Примерно вот эту колоду можно использовать лет стрем. Даем по одной картинке из колоды и просим детей найти общее для своих героев. То есть у одного картинка, у другого картинка они ищут что у героев общее. Например, они одного пола или есть какие-то похожие черты. Когда пара находит общие черты для своих героев, пара объединяется в четверки. И теперь ребятам уже в четвером нужно найти общее среди их четырех героев. Затем мы четверки объединяем в восьмерки и ребята снова ищут общее. И таким образом, пока вся команда не объединится, не найдет общее среди героев, мы продолжаем эту игру. какое здесь цель? Понять, что люди при всем их различии имеют какие-то общие черты. И вас очень удивит то общее, что дети вам расскажут в конце этого упражнения. Ну и, конечно, это улучшение навыков коммуникации, потому что каждому ребёнку придётся в процессе работы переговорить с другими детьми и сделать это спонтанно, быстро. И игра происходит очень весело и обычно никого не напрягает. Вот именно эта игра от 6 до 12 лет. То есть здесь уже должен быть навык коммуникации, а как игрушка для развития речи вы можете использовать лет с 3. Следующее называется «Я и все-все-всем». Тоже коллеги указали, что работают с этими картинками. Это вместо ребёнка в семье 50 картинок с изображениями различных ситуаций из жизни детей. В наборе есть книжечка, в которой описаны упражнения. И с этой колодой может работать также педагог и также может работать психолог. Давайте рассмотрим сначала, что может сделать педагог. Давайте вот на этих картинках. Но самое простое, мы можем показать ребёнку картинку и попросить рассказать, что он здесь увидел. Картинок много и здесь очень хорошо развивается аналогическая речь ребёнка. Можно попросить составить рассказ по картинке. Это уже для деток более старшего возраста. Ну и можно, допустим, сделать так. Один ребёнок описывает картинку, кто там изображён, а другие дети отгадывают, что на этой картинке изображено. Есть ещё один вариант игры, когда ребёнок описывает не то, что изображено на картинке, а свои эмоции и как бы ассоциации по отношению к тому, что произошло. Ну, допустим, вот та картинка, которая у вас видна, девочка с зонтиком, ребёнок может проговорить. Осень, холод, удивление от птички, например. Ну и много-много чего ещё. Радужность, разноцветие. Другие дети должны угадать, о какой карточке идёт речь. Ну, это работа уже для более старших детей, начиная тоже с 6-7 лет. Как могут поработать с этой же колодой психологи? Диагностическая техника отношения к ребёнку в семье. Ребёнок в открытую выбирает карту, на которой есть персонаж, который на него похож. И рассказывает, почему этот герой на него похож. Он так же, как и я. И обратите внимание, что не обязательно ребёнок выберет человека, потому что были на моей памяти случаи, когда ребёнок себя ассоциировал с кошечкой, собачкой, но и была даже ассоциация с книжкой, но это была уже почти взрослая барышня, на которой поэтическое воображение было очень сильно развито. Когда мы выясняем, какой герой похож на ребёнка, просим его сказать как можно больше предложений на тему «Он так же, как я». То есть «Он так же, как я», скучает. «Он так же, как я», брошен, потому что никому не нужно. Или «Он так же, как я», может играть с одним человеком, с другим, с третьим. Или «Он так же, как я», постоянно на виду, и у него нет своего места. То есть здесь дети много очень интересного рассказывают. И потом ведущий задаёт вопросы. А что делает этот персонаж, о чём он думает, что он чувствует, что он хочет сделать и как он может попросить о помощи. Здесь же мы можем поиграть в игру «Разыгрываем историю». Это упражнение подходит для тренингов и занятий по развитию креативности. Эта работа может проводиться и педагогом, и психологом. Ну и работа – это уже для детей начальной школы. Смотрите, группа вытаскивает одну карту закрытым способом. То есть вслепую, любую карту, которую дети могут вытащить. Потом они сочиняют рассказ о том, что происходило или происходит на картинке. Мы иногда ребятам предлагаем сочинить то, что было до ситуации, и то, что было после ситуации, и вот целую такую картинку создать. А потом этот рассказ разыгрывают на сцене. Второй вариант этой работы, когда также группа детей вытаскивает из колоды карточку одну, и ребята должны разыграть эту сценку, и потом другие ребята откладывают, какая из карточек была разыграна. И еще одна работа с этой же картиной «Развиваем воображение и учимся искусству ассоциаций». Об этой работе я вам уже рассказала. То есть каждый участник вытаскивает две карты и должен сказать, что между ними общего. Это первый вариант, более легкий. И второй вариант, когда участники получают по четыре карты, один из участников выкладывает карту вниз картинкой и называет слово «ассоциацию». Ну, например, он назовет слово «вода». Другие участники находят картинки по смыслу и тоже должны их положить. Картинки перемешиваются и все переворачивают потом. Тот, кто угадал, какая картинка была загадана, получает одну очко. И таким образом можно очень долго играть, развивая искусство ассоциаций. Ну, и напоследок, после того, как я сделала такой обзор карт, я хочу еще рассказать очень немного о правилах, по которым мы работаем с метафорическими картами. Смотрите, самое главное правило – это безопасность обстановки. То есть обстановка должна отличаться от учебной и должна отличаться от диагностической, ну, вот той диагностики, которой ребенок бы боялся. То есть для ребенка это должна быть игровая ситуация, абсолютно безопасная, и он должен знать, что его здесь не будут никак оценивать, и с ним сейчас будут обращаться бережно. В этих карточках есть инструкция, да, я и все-все-все, там есть инструкция, в которой расписаны все упражнения и для педагога, и для психолога. Итак, безопасная ситуация. Второе – это мы позволяем ребенку выдать его ассоциации, потому что в работе с метафорическими картами очень сложный момент, когда человек достает метафорическую карту, вы на нее смотрите, и вы уже все-все-все понимаете, потому что у вас ваш собственный поток пошел, а человек начинает говорить абсолютно другое. И вот здесь важно сделать вот что, то есть я иногда делаю вот так, сдерживаю себя и позволяю человеку, даже если человек совсем малюсенький, позволяю рассказать то, что он сам видел на своих картах, потому что на самом деле это бесценный материал. Вот. Мы не оцениваем выбор ребенка. Мы не говорим, что это плохо или хорошо, любой выбор, сделанный ребенком, это выбор правильный. Каким образом мы помогаем ребенку зайти в ассоциацию? Мы спрашиваем постоянно один и тот же вопрос. Что ты здесь видишь? Когда ребенок говорит то, что он видит на этой картинке, мы говорим, а что ты здесь видишь еще? А что еще? И вот постепенно через эти вопросы, а что еще, а что еще, начинает выходить бессознательно то, что было у ребенка спрятано. Потому что вот первые ответы на вопросы, они будут из области как бы общих наших знаний, то есть, допустим, я вижу ребенка, я вижу собачку, я вижу зонтик, а после того, как вы вопросы задаете, ребенок будет постоянно какие-то новые вещи говорить, и это будут уже его личные вещи. Как вы уже поняли, картинки можно тянуть в открытую и в закрытую. В открытую лучше тянуть картинки, когда мы работаем с какими-то вещами поведенческими, либо это тренинговые вещи. Если речь идет про какие-то глубинные психологические вещи, тогда лучше тянуть в закрытую, так больше возможностей у ребенка вытянуть свое бессознательное на поверхность. Ну и если карта совсем не нравится, но по крайней мере я разрешаю ее убрать обратно в колоду, значит, еще не пришло время работать с этой картой. Если вытянулись две нечаянно, будем считать, что так и надо, и работают обе карты. Если ребенок просит, мне непонятно, давайте еще что-нибудь добавим, мы добавляем. То есть здесь ребенок автор того, что происходит, а мы только этот процесс сопровождаем. Вопрос. А если ребенок не хочет говорить, указывает на то, что устал, или просто не хочет говорить? Ну, смотрите, если не хочет говорить, тогда лучше такое занятие не проводить сейчас, а дать ребенку картинки для того, чтобы он поиграл. Возможно, после того, как он подержит в руках, он сам к вам подойдет и начнет говорить. Поэтому не торопите процесс. Эти процессы такие очень тайные, сакральные. И здесь нужно быть очень и очень аккуратным и бережным к ребенку. Вот. Это все, что я хотела сказать. И у нас осталось еще пять минуточек для того, чтобы вы могли поговорить. Вы можете сейчас задать вопросы. Я оставляю свои контакты на всякий случай. И жду ваших вопросов. Все, что хочется спросить или уточнить, пожалуйста, спрашивайте сейчас. Спасибо вам за ваши благодарности. Где их можно приобрести? Карты продаются очень во многих местах. То есть есть интернет-магазины, которые продают эти карты, реализуют. И вам просто надо в браузере набрать нужное название карт и найти тот вариант, который вас устроит. С каких карт лучше начать работу? Ну, смотрите, если вы педагог, тогда возьмите, допустим, роботы и монстрики чувств. Они вот такие самые понятные монстриков. Можно вот у трёхлеток уже, к трёхлеткам давать и о чём-то говорить с ними, с этими монстриками. Могут ли родители присутствовать при этом? Смотрите, если это в интересах ребёнка, то могут. То есть у вас же может быть и детско-родительская консультация с метафорическими картами. Если ребёнок настаивает, что он не хочет видеть родителей, то лучше, конечно, с ребёнком соединить. Детско-родительские очень хорошо решаются отношения именно с метафорическими картами. Очень многие сами создают колоды, рисуют карты. Иногда, если нет карт под рукой, то можно просто сделать картинки одного формата, и эти картинки тоже послужат вам метафорическими картами. Ой, сколько лет вы это проводите? Лет 10, наверное, уже. Для работы со взрослыми, с чего начать? Для работы со взрослыми, там мы уже смотрим по запросу. То есть если запрос про отношения, можно взять персониту и персону. Если запрос про какие-то детские вещи, травму детства, тогда мы берём «Я и все-все-все». Опять же, персониту можно взять. Если это поиск ресурсов, тогда мы берём сабу. Или берём чака специана, карты, которые называются «Ресурсы и препятствия». Если мы пытаемся найти внутренние ресурсы у человека и простроить внутренний мир, мы можем взять его же специана, архетипы и тень. Вот это мои самые любимые колоды, они универсальные. Архетипы и тени мне очень нравятся, и очень нравится работать с тенью. После этого у человека появляется огромное количество ресурсов. Да, информация своевременная, потому что идёт Новый год, и обычно Новый год мы, взрослые, тоже играем с метафорическими картами, простраивая следующий год, находя для себя какие-то ресурсы для Нового года, для Нового года, который наступает. Поэтому вы можете, если есть метафорические карты под рукой, ещё и ресурсы для себя найти. Для этого нужно просто спросить, что мне нужно, чтобы быть счастливым, и вытянуть из колоды какую-нибудь карту, и вы всё поймёте. Ну, вот на этой чудесной ноте я хочу попрощаться. Я желаю вам удачного Нового года. Пусть он будет удачным, обильным, лёгким, и принесёт вам немало интересных встреч. Я не прощаюсь, говорю до свидания. До встреч в Новом году. Хороших вам праздников, и всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok